В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Теперь еще быстрее и мобильнее. Автопарк нашей скорой помощи пополнился пятью новыми автомобилями. Полностью машина укомплектована укладками для оказания скорой медицинской помощи. Держи ребенка за руку. Сотрудники ГИБДД провели акцию и еще раз напомнили родителям и детям о безопасности на проезжей части. Независимо от того, его это ребенок или не его, чтобы он взял и помог юному пешеходу перейти в проезжую часть. Праздник в каждый двор. Веселая развлекательная программа собрала жителей одного из домов на школьной. В автомобильном парке Видновской станции скорой помощи пополнение. Сюда прибыли пять новых машин. Три из них будут направлены на дополнительное обслуживание в Молоково, Дрожжино и Развилку. Вместе с врачами и фельдшерами смотрел новенькие газели и наш корреспондент Максим Козлов. Ранним утром на станции скорой помощи царит оживление. Новые бригады заступают на дежурство. В диспетчерской уже вовсю кипит работа. Впрочем, она и не останавливается. В среднем в сутки здесь принимают от 150 до 200 обращений граждан. Служба скорой медицинской помощи в Московском области. А во дворе ждут в своей очереди заступить на дежурство пять новеньких автомобилей. Всего 76 неотложек получили 34 городских округа Московской области. Среди них и Ленинский. Старший фельдшер Иван Тимощенков первым заходит в салон газели. Полностью машина укомплектована укладками для оказания скорой медицинской помощи, электрокардиографами, дефибрилляторами Аксион, электрокардиограф 12-канальный. У нас ремнаборы для оказания скорой и неотложной медицинской помощи экстренным больным. Термоконтейнеры, травмнаборы. А еще специальные кислородные баллоны и аппарат искусственной вентиляции легких, кресло-каталка и носилки и даже одеяло с электроподогревом. Автомобиль полностью готов к работе. Хоть сейчас заводи бригаду и на вызов. Также машины у нас проходят обработку генеральную, аппарат Дезар. Мы кварцуем после каждого больного, кварцуем непосредственно салон машины. Если бригада едет полностью комплектованная, они должны наркотические препараты укладывать в сейф. И все на ключ закрывается. Все оборудование новое, но перед началом эксплуатации оно тщательно проверяется. В том числе и проблесковые маячки на автомобиле. Ежесуточно на Нолинии работает от 11 до 13 бригад. Теперь их станет больше. Все машины оснащены системой ГЛОНАСС, что позволяет нам отслеживать, где они находятся на данный момент. Например, если поступил экстренный вызов, мы можем послать ту или иную машину, которая находится поближе. Три автомобиля будут направлены на дополнительное обслуживание поселений Дрожжино, Развилки и Молково. Тимур Асанов – врач-терапевт Молоковской амбулатории. Он отмечает, что одной машины, которая сейчас работает в поселении, явно недостаточно. Такая же ситуация и у соседей. Мы обращались. Министерство здравоохранения очень оперативно отреагировало на наши просьбы. Обратились и действующие депутаты, и предприниматели, и активные люди. В том числе и заведующие хирургическим отделением Асокин. Я, врач, то есть из медицинской структуры, также обратились люди. И Министерство здравоохранения оперативно отреагировало и выделили нам автомобили. Планируется, что уже в ближайшее время новые автомобили заступят на дежурство, и их очень ждут. По информации, полученной в службе 112, в ноябре этого года жители городского округа почти 4000 раз вызывали неотложку. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В последнее время увеличилось число ДТП с участием детей пешеходов. На днях сотрудники ГИБДД провели акцию «Держи ребенка за руку», чтобы еще раз напомнить родителям о том, как безопасно переходить проезжую часть. Подробности в нашем следующем сюжете. Не за горами школьные каникулы, а значит риск транспортных происшествий с участием детей пешеходов заметно возрастает. Акция «Держи ребенка за руку», которую провели сотрудники ГИБДД, ученики и педагоги русской школы направлена на предотвращение несчастных случаев на дороге. И адресована в первую очередь взрослым, так как именно они несут ответственность за своих несовершеннолетних детей. Напомнить взрослым о том, что маленькие дети нуждаются в защите прежде всего, поскольку им интересно побежать быстрее, не могут испугаться машины. А водитель не всегда может остановиться, не всегда может быстро среагировать на это. Поэтому взрослый, переходя через дорогу, должен прежде всего взять ребенка за руку. Впрочем, растеряться на дороге могут не только малыши, но и дети постарше. Бывают такие ситуации на дороге, когда ребенок при переходе проезжей части, он не знает, как ему поступить. Хочется напомнить, чтобы любой взрослый человек при переходе проезжей части, независимо от того, его это ребенок или не его, чтобы он взял и помог юному пешеходу перейти проезжую часть. Юные инспекторы дорожного движения из русской школы раздали взрослым листовки памятки и нанесли на асфальт перед нерегулируемым пешеходным переходом на улице Советской надпись «Держи ребенка за руку». Ребята далеко не первый раз участвуют в акции ГИБДД. Активная работа ведется и в самой школе. Проводятся тематические уроки, викторины и акции. Много людей сейчас взрослых не обращают внимания на то, что их дети неправильно переходят дорогу, бегут спокойно, когда многие водители сейчас невнимательны. Впрочем, сами юные инспекторы в ходе акции тоже узнали много нового. Например, как именно при переходе проезжей части нужно держать за руку маленького ребенка. Узнала то, что надо ребенка маленького держать кисть. Ну, то есть не как всегда держит полностью за руку, а надо держать за кисть. В ходе акции нарушителей ПДД замечено не было. Родители с детьми переходили дорогу по всем правилам. Но повторение, как известно, мать учения. Поэтому листовки законопослушные пешеходы тоже получили. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Держи ребенка за руку! Многие видновчане, да и остальные жители городского округа давно знакомы с проектом «Твори добро». Развлекательные программы, устраиваемые во дворах, неизменно пользуются большим успехом. Наша съемочная группа побывала на одном из таких праздников. Проект «Твори добро» давно полюбился нашим жителям. Каждую неделю прямо под открытым небом проводится зажигательный семейный праздник. На этот раз весело и азартно провели время в одном из дворов на школьной. Участвуя в танцевальных мастер-классах, можно было научиться новым пак. Кстати, охотников подвигаться было немало. И среди них не только детвора, но и взрослые. Семья Савельевых на праздники в полном составе. Танцуют мама, дочка и папа не удержался. Очень приятно прийти в осенний день холодный и такое настроение увидеть детское, взрослое. Каждый хочет прийти, потанцевать, что-то позаниматься. Очень интересно. Огромная благодарность этому проекту «Твори добро». Этот проект как раз таки и сплочает людей. И вот эту теплую атмосферу приносит в город. Очень классно, что есть это все. Как настроение? Отлично. Выучил новые движения и 14-летний Алихан Алиев. Вообще-то он пришел на праздник с друзьями из спортивного клуба по киокусинкай карате. Ребята провели показательные выступления, вызвав у зрителей восхищение. Очень сильно сплачиваю. Можно узнать новых людей, можно подружиться с кем-нибудь. Вел развлекательную программу всеобщий любимец клоун Алекс. И как всегда на встречах с ним не обошлось без веселых конкурсов. В одном из них победу одержала Ольга Юскова. Она живет в соседнем дворе, но пришла сюда с удовольствием. Очень нравится. И дети довольны, и родители, мне кажется, тоже. Компанию Ольги составили племянницы и трое детей. Несмотря на то, что здесь сегодня холодно, атмосфера здесь очень теплая. А еще были различные мастер-классы, где желающие учились рисовать, лепить, делать поделки своими руками. Гости угощались сладостями и горячим чаем. По словам одного из организаторов праздника, депутата городского поселения «Видное» Татьяны Ершовой, тут все как дома, как в настоящей большой семье. Здесь никто не остается в стороне. Также принимают участие мамы, папы. Все зажигаются, начинают танцевать, начинают, я не знаю, развлекаться, петь песни, читать стихи. Но то есть все вместе. Это семейный действительно праздник. Такие программы не просто нужны, они просто необходимы для жителей, вот небольшого двора такого. Потому что действительно жители становятся намного дружнее. Многие даже не знают друг друга, они здесь знакомятся. В этом году «Добрый проект» побывает еще в нескольких дворах городского округа. Приходите, будет весело. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева, «Видное ТВ». Подняться на «Золотой Олимп», а именно так называется традиционный турнир по тяжелой атлетике, мечтает каждый спортсмен. Наш корреспондент Дмитрий Книга побывал на открытом первенстве Ленинского городского округа в спортивном клубе «Богатырь» и готов рассказать о том, как прошли соревнования. В спортивном клубе «Богатырь» состоялись турнир по тяжелой атлетике «Золотой Олимп» и открытое первенство Ленинского городского округа. Соревнования проходят ежегодно и традиционно собирают много участников. На этот раз здесь выступили более 80 спортсменов. Около 60 из них – воспитанники клуба «Богатырь». «У нас традиционная тяжелая атлетика Московской области. Мы лидеры. У нас и в сборной команде России много спортсменов, и в Московской области. Так что рассчитываем почти все призовые места занять». Клуб «Богатырь» имеет богатую историю спортивных достижений и за годы своего существования воспитал не одно поколение талантливых атлетов. «Очень хороший вид спорта, потому что он как и координационно развивает человека, так и придает ему силу. Естественно, он придает ему уверенности в связи с тем, что, если вы замените, то штангисты у нас всегда ходят с расправленными плечами. И отсюда даже походка меняется, а, соответственно, будет меняться положение в обществе». Сергей Ермаков занимался разными видами спорта, но в тяжелую атлетику пришел только в 37 лет. А уже через два года, благодаря тренировкам под руководством опытных наставников, стал мастером спорта. «Мне просто рассказали, что здесь хороший тренерал, именно такие вот, олдскул такая школа, то есть хорошая, подготовка хорошая, поэтому тут и понравилось». Юные тяжелоатлеты, глядя на старших товарищей, постепенно втягиваются в занятия и уже готовы испытать себя на состязаниях. «Ну, конечно, да, хотя бы юношеского третьего разряда не дотяну, но хотя бы, как бы, это мое первое соревнование, хочу хотя бы проявить себя немного». «Для начала я просто начала читать об этом виде спорта, я понимала, что это классно развивает тебя, твое тело, и мне это понравилось гораздо больше, чем кроссфит или просто ходить в зал. Ну, мне показалось, что это круче, и я решила этим заниматься, и мне понравилось, и вот уже год почти». По итогам соревнований в командном зачете победу одержала команда города Видное. Второе место заняли тяжелоатлеты из Ступина, а третью ступеньку педестала почета заняли спортсмены из Москвы. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Юный резервный состав команды «Спарта-НК» вышел на парке Дворца спорта «Видное», чтобы сразиться с более опытными спортсменками из Ставрополя. Проиграв им накануне, в этот раз видновчанки собрались и отыграли с большой разницей в счете. Чем запомнилась игра, расскажет Юлия Пагасьян. «Спарта-НК-2» – молодая команда, которая только набирается опыта. Самой взрослой спортсменке всего 20 лет. В будущем кто-то из этих игроков войдет в основной состав «Спарты», а пока они матчат матчи, оттачивают свое мастерство. В чемпионате России «Суперлига-1» результат игры девочек нестабилен. В первом поединке с представительницами Ставрополя они потерпели поражение, но был у видновчанок второй шанс. Ставропольчанка – команда опытная, взрослая. Правда, двух игроков у них не было, они там травмированные. Но все равно с ними очень играть сложно, молодым игрокам, но зато они набираются опыта. И вчера, если этого опыта нам чуть-чуть не хватило в конце игры, то сегодня очень хорошо сыграли. Во втором матче со Ставропольчанкой игроки «Спарта-НК» усилили защиту. Это помогло сдержать напор гостей, а «Спартанкам» дало возможность заработать очки. Лидером по их количеству стала Вероника Павлюченко. Она принесла нашей команде 16 очков. Мы готовились ко второй игре, чтобы выиграть. Мы проделали работу над ошибками, было собрание, и вот результат. Молодец, победа! Результат более чем приличный – 88-73. Видновчанки обыграли гостей из Ставрополя на 15 очков. Болельщики-ставропольчанки приняли поражение своей команды достойно. Концентрации не хватило, это первое. А второе, наверное, расслабленность определенная после вчерашнего выигрыша. Все равно это как бы, ну где-то, наверное, на уровне подсознания сказывается на игроках. Ну, в спорте спорт, особенно женский баскетбол, он всегда непредсказуем. Сейчас «Спарта-НК» играет на выезде. Им предстоит посетить несколько городов. А в следующем месяце девушки снова выйдут на родной паркет. Матчи с московским «МБА-2» состоятся 11 и 12 декабря. Юлия Погасян, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Ну и хочется рассказать о еще одном событии. Вчера очередной день рождения отпраздновал всеми любимый Дедушка Мороз. В «Видном» это событие отметили у кинотеатра «Искра». На праздник к Деду Морозу пришли и дети, и взрослые. Они участвовали в играх, конкурсах, пели песни и поздравляли виновника торжества с днем рождения. И сам именинник тоже поздравил всех со своим днем рождения. Всех вас мы поздравляем с моим днем рождения. Мы вам желаем здоровья, мы вам желаем счастья. И почаще улыбайтесь. А потом все желающие нарядили елочку, таким образом зазывая настоящую зиму поскорее прийти и дать старт новогодним праздникам. Очень быстро елка была украшена конфетами, мандаринами и яблоками. И, конечно, не обошлось без хоровода. Род снежком укутывал, смотри, не заедай. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok